Англосаксонский мир, используя свой опыт, свои очень опытные элиты, готовые бороться за свое существование, им удалось вовлечь нас в эту борьбу на Украине. Надо признать, что у них получилось очень хорошо. Они одновременно поссорили два братских народа. Они разорвали связи, наши связи с нашими лучшими клиентами и партнерами в Европе. И, конечно же, они заставили нас теперь забыть о нашем развитии и некоторое время заниматься выживанием, выстраиванием военной экономики, перераспределением ресурсов от благосостояния к войне и так далее. Но чем они заплатили? Они заплатили тем, что они, по сути, провели водораздел между старым миром и новым миром. Они столкнули тот ком, который покатился с горы, все набирая и набирая скорость. И очевидно, что та мировая система, которая их кормила, и самое главное, что у них было, контроль над мировой системой, который позволял им со всей системы собирать добавочную стоимость, которая была только у них. Эта система больше не жизнеспособна. Она начинает разрушаться. То, что мы видим, когда такие страны, как Саудовская Аравия, как Иран, как Аргентина, как Алжир, Индонезия, как Мексика, просятся в BRICS+, это очень символично. Потому что представьте себе тех же самых мексиканцев, или алжирцев, или саудовцев особенно. Глядя на ту специальную военную операцию, неопределенность, которая еще в воздухе, и все проблемы, которые есть у нас, они, тем не менее, подают заявку в BRICS+. Они что, не могли посидеть годик, посмотреть, кто выиграет, и потом принять решение? Значит, они что-то уже поняли? Что мир изменился, и надо играть с этими, а не с теми? Вот это как раз то, что происходит сейчас, глубокая перестройка.